Латвийским медикам отказали в обещанной прибавке к зарплате. Министр культуры убежден, что СМИ является зеркалом демократии. Об этих и других новостях поговорим чуть позже, а сейчас я хочу представить своего гостя. Это Дмитрий Савин, председатель правления Ассоциации поддержки русского гражданского общества и русских эмигрантов. Писатель, к тому же, и общественный деятель. Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте. Ну, а по традиции начинаем нашу программу с обзора городских новостей. В связи с реализацией проекта по модернизации трамвайной инфраструктуры Дау-Выплса, коммунальные службы города ввели ограничения на проезд автотранспорта на улице 18 Новомбра. В результате на протяжении уже двух дней, особенно в часы пик, в районе строп образуются большие пробки, что вызывает недовольство горожан. В свою очередь, самоуправление призывает жителей проявить терпение, хотя руководство города согласилось с тем, что процесс организации движения на этом отрезке пути должен был быть продуман более тщательно. На вопрос о том, почему работы нельзя проводить ночью, мэр города Андрей Элкснич отметил, что рядом со строя объектом находятся жилые дома, и нарушать ночной покой проживающих там людей было бы не только неправильно, но и противозаконно. Напомним, ограничения движения в связи с реализацией проекта строительства новой трамвайной линии введены до 13 сентября. 30 августа завершилась подача заявок начинающих предпринимателей на соискание грантов самоуправления ДАУБПЛСа в рамках муниципальной программы «Импульс». Руководитель отдела развития бизнеса городского самоуправления Владимир Надеждин сообщил, что на конкурс было подано в общей сложности 29 заявок, в их числе бизнес-проекты, связанные с производством детских игрушек, лодок, реставрацией мебели, изготовлением разнообразных сувениров и сладостей. В этом году появились и проекты, связанные с оказанием медицинских услуг. Но надо учесть, что в этом отношении у заявителя есть и другие возможности получения средств. Среди необычных проектов – это создание лаборатории по неразрушительному контролю и фирмы по обследованию энергоэффективности зданий с помощью дронов. Как известно, ежегодно городская дума выделяет 60 тысяч евро на реализацию программы «Импульс». Размер одного гранта может составить до 7 тысяч евро. Результаты конкурса планируется огласить 25 октября. Каникулы закончились, и летние детские лагеря отдыха завершили свою работу. В этой связи молодежный отдел городской думы напоминает, что после окончания смены в течение 10 дней родители могут вернуть деньги за питание ребенка за те дни, когда он по вожительным причинам не посещал лагерь, и об этом своевременно был проинформирован его руководитель. Подать заявку на возврат денег родители могут в информационном центре городской думы, расположенном по улице Кришина Валдемара 1, заполнив для этого специальный бланк. После этого деньги будут перечислены на указанный номер счета. Дополнительную информацию можно получить по телефону 654-22-309. Заметим, в течение лета на базе городских школ было организовано 19 лагерей. Крах ПНВ-банка не повлияет на работу предприятий самоуправления. Кроме этого, ни одна муниципальная программа не будет заморожена, и все обязательства перед горожанами дума выполнит. Об этом заявил первый заместитель председателя Даугуплского самоуправления Янис Лачбрисис. Напомним, в результате прекращения финансовой деятельности ПНВ-банка были заморожены счета самоуправления и предприятий. Речь идет о сумме в 1,3 млн евро. Напомним, в связи с большим потоком клиентов и увеличением скорости обслуживания их, с 3 сентября в Даугуплсе на улице Валкас-3 будет открыт еще один филиал кредитного учреждения. Время его работы по рабочим дням с 9 до 18 часов. Министерство иностранных дел Норвегии подписало соглашение с Министерством финансов Латвии о реализации в нашей стране программы «Исследовательская деятельность и образование». Договор позволит Даугуплсу, Цесису, Лепе и Венсплсу при содействии норвежских научных центров и латвийских вузов создать инновационные центры. Их задача – помочь школьникам в выборе будущей профессии, в развитии знаний в сферах инженерии, математики, технологий, в разработке новых программ для детей, студентов и педагогов. Каждый из региональных центров будет иметь свою специализацию – космос, наука о среде, информационные коммуникации и не только. Общее финансирование программы составит 17 млн евро, доля государственного финансирования составит 2,5 млн. Горожане все еще надеются на создание в Даугуплсе открытого бассейна. Некогда он находился на территории Стропского лесопарка и был популярным местом отдыха не только среди горожан, но и спортсменов-пловцов, которые на этой базе проводили летние сборы. Отвечая на вопрос жителей, первый вице-мэр Янис Лачплюсис отметил, что данный проект остается в повестке дня. И учитывая, насколько быстро сегодня развивается инфраструктура отдыха и спорта в микрорайоне новые стропы, появление открытого бассейна – это всего лишь вопрос времени. Как подчеркнул Янис Лачплюсис, строительство бассейна должно стать одной из приоритетных задач городского самоуправления. Даугуплский бизнес-инкубатор Латвийского агентства инвестиций и развития объявляет о наборе и приглашает новых предпринимателей подать заявку в программу инкубации, участие в которой могут принять предприятия не старше трех лет. В программе инкубации участник может получить 50% софинансирования на приобретение услуг, необходимых для развития бизнеса, например, бухгалтерского учета, аренда помещений, дизайна, маркетинга, технологического консалтинга и разработки прототипа сертификаций лабораторных издержек. Также можно претендовать на 50% софинансирования в размере до 5000 евро для покрытия расходов на приобретение оборудования и сырья. Целью бизнес-инкубаторов является поддержка и создание развития новых жизнеспособных и конкурентоспособных предприятий. Получить более подробную информацию можно будет 4 сентября. В среду в Далгоповском бизнес-инкубаторе состоится День открытых дверей. С наступлением осени Латгальская центральная библиотека открывает новый выставочный сезон, и сегодня в секторе художественной литературы состоялось открытие вернисажа по пути. На нем представлены работы воспитанников детской художественной школы, работающей при Далгоповской средней школе дизайна искусства Саула Скола. Эти картины были созданы юными художниками в последний год обучения. При этом дети самостоятельно выбирали тему, технику выполнения и способ презентации. Название выставки по пути отражает суть ее содержания. Все, что освоено воспитанниками на долгом пути обучения, воплощается в особом проекте, в который каждый будущий художник вкладывает свои лучшие навыки, знания и полет творческой мысли. Познакомиться с выставкой можно будет до 30 сентября. Свыше полутора миллиона человек подписали к вечеру четверга, размещенную на сайте парламента Великобритании, петицию с требованием не допустить приостановки деятельности парламента. Работа парламента не может быть приостановлена до тех пор, пока либо Великобритания не выйдет из Европейского Союза, либо пока не будет продлен срок организации и проведения данной процедуры. Тем не менее, премьер-министр Великобритании настаивает на том, что деятельность парламента должна быть приостановлена, и королева Великобритании с ним согласна. Дмитрий, на ваш взгляд, когда общественность выступает против и говорит нет, вообще политикам их менее интересно? Это зависит, разумеется, от политической системы, в которой это происходит, но самое главное, понимаете, наверное, не стоит и было бы неправильно так легко пользоваться терминами типа народ, общественность и так далее. Дело в том, что нравится нам это или не нравится, но британская нация вполне однозначно уже высказалась по данному вопросу на референдуме, и это мнение пока что никто не отменял. Было ли это решение разумным, это другой вопрос, и в принципе у демократической системы всегда есть определенные достоинства, но есть и определенные недостатки. Что же касается ситуации в Великобритании, то, на мой взгляд, это отражение тех глобальных проблем, которые сейчас существуют в мире, потому что в принципе и Европа, Европейский Союз, и Великобритания, и США, и весь мир в целом сейчас столкнулся с целым рядом очень серьезных вызовов, и ответы на эти вызовы тоже должны быть очень решительными, нетривиальными, потому что таких вызовов раньше не было. И, к сожалению, уровень элит в мире сейчас, на мой взгляд, таков, что мало кто из них эти вызовы способен принять. И то, что происходит в Великобритании является тому примером. То есть возникли определенные системные сложности, и британская элита, как мне представляется, не слишком так хорошо с ними справляются. Ну, смотрите, акции протеста проходят и в той же России, да, ну, поводы другие, да, и получается, да, но получается все равно людей не слышат. Что бы народ ни делало, политикам все равно. Если мы говорим о ситуации в моей родной стране, то там существует диктаторский режим, который весьма жестко пытается подавлять любое сопротивление. В целом это похоже на ту ситуацию, которая была в Советском Союзе где-то вот в первой половине 80-х годов. Разумеется, проводить какие-то параллели с Францией или Великобританией в данном случае неуместно, потому что во всех этих странах, так или иначе, правовые механизмы, демократические, они работают. Другой вопрос, что, понимаете, когда мы говорим о народном волеизъявлении, нужно учитывать, что народная волеизъявление, оно не всегда и не во всем является абсолютно разумным, точным и так далее. И вот в этой фразе, что «глаз народа, глаз божий», ну, скажем, к этому нужно относиться не без некоторой доли скепсиса, потому что мы много раз видели, что в истории оказывалось право именно меньшинство. Может быть, кстати, ситуация в Великобритании и будет примером такого рода, когда право было именно меньшинство. Но, с другой стороны, демократия дает все-таки возможность вот этой обратной связи между элитой и обществом, дает возможность людям хоть как-то, если не непосредственно участвовать в политике, то контролировать свой правящий слой. Спасибо, мнение ваше понятно, а мы переходим к следующей новости. Общественные СМИ являются зеркалом демократии в любом государстве, заявил министр культуры Наурис Пунтулес. Это лакомсовая бумажка, которая показывает, насколько сильна демократия. Мы молодая демократия, возможно, поэтому у нас неупорядочена такая сфера, как общественные СМИ, заявил глава министерства культуры. Дмитрий, на ваш взгляд, можно ли согласиться с этим утверждением? Действительно ли СМИ это зеркало демократии? Это такая общефилософская фраза, и действительно с этим трудно спорить. Другой вопрос, что степень независимости СМИ, она, конечно, может варьироваться, и опять же, преимущество демократической системы и парламентской демократии заключается в том, что здесь, может быть, то или иное медиа не является независимым от мнения своих спонсоров, не является независимым от мнения своих подписчиков, но при этом, когда есть разные СМИ, представляющие интересы разных общественно-баллиотических групп, все-таки создается какая-то палитра мнения, существует некий плюрализм. И когда, наоборот, у вас есть единый генеральный курс, как сейчас в РФ, и, соответственно, жесткая пропагандистская установка в стиле, как в былые времена передовицы правды, то, разумеется, ни о каких средствах массовой информации речи идти не может, есть только лишь средства массовой дезинформации, которые, собственно, сейчас в РФ существуют, и которые, к величайшему моему сожалению, весьма и весьма активно действуют, в том числе сейчас и в Латвии. Вот это, наверное, является самой главной проблемой. И в Латвии тоже, вы считаете? Ну, во-первых, извините, телеканалы РФ покрывают латвийскую территорию весьма эффективно, а кроме того, да, я считал это мое мнение, я могу его аргументировать, что влияние прокремлевских сил в средствах массовой информации в Латвии, в первую очередь, конечно, в русскоязычных, весьма и весьма велико. И мы можем часто видеть здесь и пропагандистские манипуляции, и даже, на мой взгляд, откровенные инсинуации, которые инициируются в интересах Кремля. Ну, смотрите, сегодня мы живем в таком мире, когда, ну, большинство газет не читают, да, даже, может быть, телевизоры не смотрят, людям достаточно той информации, которая публикуется в социальных сетях. Причем, кто там под никами скрывается, сложно сказать, ну, конечно, есть, ну, и люди, которые готовы высказывать свою точку зрения публично. Вот, на ваш взгляд, социальные сети — это вызов СМИ? С одной стороны, да, с другой стороны, манипулировать общественным мнением через социальные сети, используя определенные технологии, это тоже не так уж сложно. И, как вы говорите, нельзя выяснить, кто скрывается за никами, но, уверяю вас, что если знать технологии, которые, в случае, применяются, это все выяснить не так уж сложно, и здесь тоже идет определенная работа, в том числе, если мы говорим о Латвии, то работа прокремлевских сил тоже. Хотя, да, вот благосфера, Ютуб — это некое интересное пространство, где, с одной стороны, зарождаются СМИ нового типа, например, очевидно уже, что вот интернет-телевидение в виде того же Ютуба, оно сейчас приходит на смену традиционным СМИ, с одной стороны. С другой, я также отлично вижу, как туда также вторгаются определенные политические группы, куда также вторгаются в РФ государство и пытаются-то прибрать к рукам, и, к сожалению, прибирают часто весьма эффективно. Но вы считаете, что только ваша страна грешит этим? Или есть другие страны в мире тоже, которые не позволяют говорить то, о чем… Есть много замечательных стран, таких как Северная Корея, Иран, Венесуэла, на которых РФ еще может равняться в плане свободы слова, то есть не все еще, конечно, задушено. Но если вы имеете в виду, есть ли какие-то проблемы в Латвии, я как человек извне могу сказать совершенно четко, что главное преимущество медийной сферы в Латвии заключается в том, что здесь есть конкуренция, есть плюрализм. Потому что здешние СМИ все-таки отражают интересы разных политических групп, разных общественных сил. И это большое преимущество. И это преимущество надо ценить. Хорошо, спасибо. Ваше мнение понятно. Переходим к следующей теме и поговорим уже о латвийской медицине. Вероятно, в будущем году зарплаты медиков не будут повышены в обещанном размере, то есть на 20%, как это предусмотрено законом о финансировании системы здравоохранения, заявила глава Минздрава Илза Винкела. По ее словам, дополнительная потребность, не включая базовый бюджет, составляет 100 миллионов евро. И тем не менее, обещание было дано, Дмитрий, вот на ваш взгляд, насколько это правильно? Или может быть это модно сегодня у любых политиков давать обещание, потом забирать, не исполнять, потом опять сдавать и так водить нас за нос? Вы знаете, подобного рода дискуссия а-ля крошка сын, что такое хорошо, что такое плохо, понятно, что, конечно, наверное, это обещание лучше выполнять с одной стороны. С другой, опять же, если мы говорим о политической работе, то нужно всегда говорить конкретно и точно, кто давал обещание, в какой ситуации и в каких условиях, и что подразумевалось. Потому что, когда сейчас говорят о том, что некоторые политические партии не могут выполнить, не делают того, что не заявляли во время предвыборной кампании, нужно все-таки учитывать, что для того, чтобы реализовывать свои предвыборные обещания, нужно иметь соответствующий инструментарий, например, необходимое количество голосов в Сею. И в этом смысле это особенность системы парламентской демократии, потому что у нее, как мы уже говорили, и достоинства, и недостатки. К достоинствам относится то, что она весьма стабильна, к достоинствам относится то, что здесь очень сложно продвигать какие-то авторитарные тенденции, но недостатком является то, что вот эта сложная балансировка, она затрудняет, конечно, проведение каких-то радикальных изменений и реформ, которые, может быть, с этой точки зрения необходимы. Ну, смотрите, люди прекрасно понимают, что нет денег в бюджете дополнительных, зачем обещать? Ну, может быть, они понимали это иначе, понимаете? Тут нужно говорить, кто, когда и в какой ситуации обещал. Ну, а потом, опять же, если мы говорим о демократии, то демократия всегда подразумевает тот или иной элемент популизма. Это, понимаете, генерал Пак Чунхи мог в Южной Корее в 70-е годы говорить то, что будет в действительности, и не особенно задаботиться о народной популярности, потому что популярность держалась во многом на поддержке армии. А если тебе нужно заинтересовать избирателей, ты всегда будешь в той или иной степени популистом. Да, это проблема, которая существует в демократии. Да, с этим подчас приходится тяжело, но лучше так, чем иначе. Вот поверьте человеку, который видел иначе. А терпение народа не бесконечно? Ну, опять же, понимаете, мы сами говорим терминами таких французских просветителей. Хорошо, вы живете в Латвии 4 года. Естественно, что вы обращались к нашим, ну, пользовались услугами наших медицинских учреждений. Вы считаете, в Латвии медицина доступна? Вот что касается моего личного опыта, то честно вам признаюсь, я либо лечился за свои скромные деньги, а всего надежнее было начать по время проживания в Лепой много бегать, и как-то организм приходит в норму, и это работает лучше, чем медицинская страховка. Вот поэтому всем людям моего возраста и моложе я могу посоветовать только это, в первую очередь. Занимайтесь спортом и забудьте, кто такие врачи, да? Ну, в принципе, совет неплохой, тем более, что физкультура еще никогда не вредила здоровью человека. Переходим к следующей теме. Ну и в завершении нашей программы поговорим о праздниках. Латвия готовится отметить День Отца. Да, этот праздник в Латвии отмечается с 2009 года, во второе воскресенье сентября. И с тех пор, как отметил, ну, тогда еще министр благосостояния Янис Рейерс, заметно изменилось отношение к отцовству в латвийском обществе. И, например, из года в год растет количество пап, которые считают возможным пойти, например, в декретный отпуск, да, или просто уйти на больничный по уходу за ребенком. Дмитрий, на ваш взгляд, насколько вообще важны такие праздники для простого человека, для простой семьи? Ну, каждый человек определяет, разумеется, сам, что ему праздновать. Но, конечно же, очень важно подчеркивать, что семья это не только мать и ребенок, а, к сожалению, этот пропагандистский концепт очень часто продвигается, но все-таки полноценная семья, с моей точки зрения, действительно, это мать, ребенок и отец. И роль отца в этом смысле очень важна. И хотелось бы надеяться, что будет не только подчеркиваться важность, да, подобного рода отношений, но и политика будет направляться на то, чтобы укреплять именно семью. Не поддерживать, хотя это тоже необходимо, матери и одиночек, да, не относиться к мужчинам только к неким донорам генетического материала. А, к сожалению, подобный подход мы очень часто видим. Кстати, как в РФ, так и в Евросоюзе. Но, что будет именно делаться акцент на том, что поддерживать и укреплять нужно именно семью, укреплять брак. И в этом смысле, конечно, наличие такого праздника, оно само по себе очень хорошо, и дай бог, чтобы эта традиция укоренялась в обществе и дальше. Вы знаете, у нас в Латвии, ну, часть общества считает, что у нас есть проблема сохранения института семьи, да, очень много, большинство пар предпочитает, ну, как бы жить в гражданских браках, так сказать. На ваш взгляд, это как-то влияет вообще действительно на создание крепкой семьи, вот эта печать в паспорте? Или все-таки? Печать в паспорте всегда, не более, чем печать в паспорте, с одной стороны, но здесь важно отношение общества к тому, что есть семья, к тому, насколько легко, например, воспринимаются разводы и тому подобное. То есть важно, чтобы люди осознавали, что семья – это чрезвычайно важно, что верность – это чрезвычайно важно, что дети должны быть в семье и должны расти в семье. И вот эти идеалы, которые являются базовыми для всех цивилизаций греко-римского и христианского корня, конечно же, мне кажется, нужно всячески пропагандировать и продвигать, ну, разумеется, в тех пределах, которые приемлемы в правовом и современном обществе. И в этом смысле, да, вот мы еще раз возвращаемся к теме Дня Отца, очень хорошо, что такой праздник есть. Ну, а есть ли штамп или нет, это уже там, конечно, люди должны решать сами за себя, с одной стороны, но с другой, конечно, лучше, чтобы отношения все же как-то официально оформлялись, потому что это, опять же, вопрос ответственности. И важно, чтобы государственная политика была направлена именно не только там на поддержку матери и ребенка, но именно на поддержку семьи, которая состоит из мамы, папы и их детей. Это, с моей точки зрения, было бы идеалом. Спасибо за вашу точку зрения. И я хочу, опять-таки, напомнить нашим телезрителям, что праздник папы, праздник отца в Латвии будет праздноваться во второе воскресенье сентября. Не забудь поздравить папу. На этом все. До свидания. Всем хорошего вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!